Минувшие выходные в Старейшем соборе Екатеринбурга состоялось архиерейское богослужение, возглавил которое митрополит Платон, архипастр Украинской Православной Церкви. Владыка приехал в столицу Среднего Урала, чтобы разделить с горожанами радость главного торжества Екатеринбургской митрополии – Дня памяти Святой Великомученицы Екатерины. Митрополит Платон из числа тех гостей епархии, который особенно тесно связан с этим Иоаннопритеченским собором, да и со всей Уральской паствой. В начале 80-х годов прошлого столетия архипастр возглавлял Свердловскую кафедру. В то время владыка Платон был еще и заместителем председателя отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Но несмотря на то, что ему приходилось совмещать два этих непростых служения, уральцам он запомнился в первую очередь как заботливый владыка. Он был постоянно занят делами церкви. Однако это не помешало архипастрю на четырехлетнее служение на Среднем Урале неоднократно посетить все храмы епархии, заботясь об их благолепии и деятельной жизни, насколько это было возможно в тех исторических условиях. В 1983 году он смог открыть приход в Камышлове, первый в епархии за 30 лет. После тогда еще Свердловска митрополит Платон служил на Ярославской кафедре, а затем на Южноамериканской. Нынешний приезд владыки в Екатеринбург – событие, которое надолго запомнится уральцам. И радостно, и грустно. Радостно, потому что видимся снова, хотя многие из вас тогда были маленькими, а может быть молодыми. И очень много из тех, которые здесь стояли наспринь за веру, приселились в обители другие вечности. Но преемство в Церкви сохраняется. И мне бы от всей души хотелось бы, чтобы вы поступали с детьми вашими, с молодежью, так, как поступили с вами ваши мамы, бабушки. Оставили вам семя православия жизненное, которое украшает и оживляет нашу жизнь. Добавим, что сейчас митрополит Платон освобожден от управления аргентинско-американской епархией. По просьбе блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополит Платон продолжит свое архипастерское служение на Украине. На ближайшем заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви определится, какое послушание будет нести архипастер на своей исторической родине. Синода Украинской Православной Церкви